так 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 сегодня у меня даже нашлася одна тема для разговора после очередного сетятого видео как всегда хорошая мысля приходит апостол а теперь нужно ее как-то так реализовать у меня все как вы знаете происходит в режиме лифта есть я редко когда очень готовлю сценарий это может быть разве что только для тех на блога который я веду вот спортивный канал у меня все такое в режиме лифт вот и сегодня хотел бы поговорить по тем на тему голодания и полезности этого метода для похудения вот потому что некоторые или даже некоторые очень многие думают о том что длительное голодание очень полезно для организма на самом деле это не так дело в том что есть один японский ученый я не помню как его зовут надеюсь я приду дома если не забуду обязательно найду выложу ссылочки на него в описании о том кто это такой какое исследование он проводил кстати он получил за это но белевскую плей премию он до заказал то что краткосрочное голодание очень полезно для организма именно не там 35 дней нет сутки сутки вполне достаточно для того чтобы так скажем хорошенько поголодать и чтобы организм использовала свои внутренние ресурсы он также доказал то что организм не нуждается на очень длительном периода в периоде времени он не нуждается в белке так как у него есть собственный внутренний белок который он расходует то есть клетки умирают они постоянно обновляются соответственно мертвая клетка это что такое это соединение аминокислот жирный кислот ну белок проще говоря и вот этого вот белка на протяжении очень длительного периода времени организму вполне себе хватает также я знаю о том и об этом мечтал кстати говоря ученые это уже давно доказали что так как наши клетки в организме постоянно обновляются наши органы внутренние кстати могут быть мы даже моложе чем мы то есть примеру там нам 40 лет а нашим органам там всего лишь 10 лет и этот цикл повторяется раз приблизительно где-то раз в семь лет то есть клетки полностью обновляются и мы как бы уже не мы ну что-то новое но сознание как бы ну мы здесь не меняемся то есть вот это вот наше остается то есть тут самый прикол в том что наши мысли наши воспоминания наши я вот это вот да наше иство она кочует из клетки в клетку получается старая клетка отмирает новая появляется и вот эти вот воспоминания все сознания наши кочуют вот эти в эти новые клетки и меня вот что значит я задумался натолкнула на мысль что возможность создать какие-то нано клетки до искусственные пересадить туда наше сознание только процесс вот этого перехода он должен быть не быстрым а довольно таким медленным чтобы постепенно так потихоньку перекочевать в эти искусственные клетки и тогда это как бы будет безболезненно и это будем действительно мы они что-то другое или нечто то есть это как фильме если кто помнит терминатор 5 генезис когда там конор был порабощен sky net am то есть он там тоже полностью состоял из нано клеток то есть это был такой себе кибернетический организм что-то нечто среднее между живым организмом и неживым организмом то есть получается что если и так наше сознание из клетки клетки колька чуя так живые клетки то можно же его перекочевать и неживые клетки и таким образом добиться полного бессмертия это очень круто и это обалдеть как круто я решил записать эту мыслю пока она от меня не убежала потому что бывает о чем-то хорошем подумайте идут и все а мысль ускользнула уже безвозвратной ну или вспоминаешь об этом через некоторое время в общем вот такая вот тема и мне кажется что это в принципе вполне возможно что в будущем что-то изобретут изобретут эти вот нано-клетки и мы уж как бы будем не такими как сейчас со всякими имплантантами а может быть будем полностью состоять из данных клеток прямо как в терминаторе генезис да когда мы будем уже такими и неживые люди но и не роботы тоже что-то среднее между этим вот и это будет означать полное бессмертие круто интересно вот так же я думаю что в принципе генетически можно запрограммировать клетки на любые действия то что мы уже в принципе как бы так скажем не то чтобы целенаправленно ну мы научились использовать некоторые процессы в свою пользу примеру даже те же гормональные препараты применения то есть мы как бы подстегиваем свой метаболизм заставляем организм делать то что он как бы ну что в естественной среде он бы не делал то есть наращивание мышечной массы там еще какие-то деления клеток ускорения регенерации там допустим те же анаболические препараты используют для более быстрого заживления к примеру ожогов ран переломов и так далее вот так что это в принципе подобно вот и в будущем мы уже научимся программировать клетки так как нам нужно их даже можно будет сделать бессмертными они будут делиться бесконечное количество раз и не умирать хотя нет я думаю умирать им все же придется потому что этот процесс нужно контролировать и если будут клетки нагромождаться постоянно их будет много 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 это это получится очень такой безобразный организм который ну в общем то будет похож на колобка на какого-то ужасного поэтому нужно этот процесс контролировать определенное количество клеток должно жить ну а остальные должны как бы в утерю ходить но если это конечно искусственные клетки будет тут такой необходимости в делении не будет клетка она бессмертная будет не будет умирать будет жить вечно и для этого в принципе как бы не нужно постоянно убивать новые клетки для того чтобы ну вернее старые которые уже как бы отплодились и им уже надо на почин вот здесь такого не будет скепить с кибернетическими клетками ну а живыми клетками конечно но это мы конечно оставим ученым так что у нас тут такие философские размышления на сегодняшний день вот такой вот на сегодня видео было ставим лайки подписываемся на канал комментируем видео может еще у кого-то какие-то соображения будут какие-то тоже размышления на эту тему так что обязательно пишем в комментариях всем спасибо пока